Продолжение следует... Отметила новолетие, осветив этот день молитвой. Мы часто хотим все начать сначала, сделать новую попытку, не повторять ошибок. Именно это стремление к обновлению делает начало каждого Нового года знаковым событием. Однако, если вы пропустили новолетие, можете начать новую жизнь, как водится, с понедельника. Но сейчас выходные, время отдыхать. А еще пора церковных новостей, поэтому поговорим о следующем. От фаты до веера. Подвенечная палитра в Киево-Печерской лавре. Понимать без слов. В Киеве действуют курсы жестового языка. День творения. Детский праздник на острове Хортица. Выставка «Как экзамен» в Одесском монастыре демонстрирует работы юных иконописцев. Какая школа работает в воскресенье? Репортаж из Киевского храма. Посмотреть на наряды, в которые шли под венец девушки прошлых веков, можно на выставке шедевры мировых нарядов «Подвенечная палитра». Вашему вниманию репортаж из Киево-Печерской лавры. Венки невест, платья, веера и специальные сумочки для Евангелия, вышитые невестами для своих женихов, настоящая подвенечная палитра. На территории Киево-Печерской лавры в музейном корпусе, где когда-то находился храм Николая Чудотворца, сейчас шедевры мировых нарядов. Муаровый бант, атлас цвета чайной розы, воротничок из жемчужных капель, шляпка с чучелом птицы, туфли, расшитые бисером, венок невесты из цветов апельсинового дерева. Здесь есть вещи, которые носили более двухсот лет назад. Все эти украшения из аристократических гардеробов прошлых веков стали музейными экспонатами. Музей моды в Украине был основан киевлянкой Мариной Ивановой. Любовь к старинным вещам ей привела бабушка. Однажды она передала ей наследство вещи из гардероба прабабушки. У меня осталось от моей прабабушки 1910 года платье небесно-голубого цвета, отделано голубым мехом, очень богатое платье с кружевом, трех видов там, три вида кружева, которое принадлежало моей прабабушке, до рождения еще моей бабушки. У меня есть бальная накидка с рисунком листья папоротника, черная, отделана кружевом, расшитая бисером, очень дорогая, которая тоже принадлежала моей прабабушке. Советской девочке родители не рассказывали, что прабабушка училась в Киевском институте благородных девиц. Именно благодаря бабушке Марине Ивановой в Украине появился музей истории моды, ведь это она научила внучку ценить изысканные вещи, лелеять прошлое и передавать культуру по наследству. У нас на постсоветском пространстве были войны, были пожары, коллективизации, ни одна революция, при этом люди спасали свои жизни, им было не до костюмов. И потом была большая бедность много раз, периоды, когда у людей не было тканей, и не было кружева, они перешивали по несколько раз эти вещи. На выставке «Подвенечная палитра» платья, в которых шли под венец более ста лет назад. Тогда была мода – венок для невесты из цветов апельсинового дерева, сделанных из воска. Если вдова вторично выходила замуж, она уже не имела права на флерд-оранж, апельсиновый первоцвет, а украшала себя ландышами или маргаритками. Говорят, к подвенечному платью у аристократов было особое отношение. Его вкладывали в коробку, подписывали, кто, когда и в какой церкви венчался. Платье затем хранили всю жизнь и передавали по наследству. В благородных семействах считали, что и крестильную рубашку надо передавать по наследству. Верили, что это к добру – крестить внука в рубашке прадеда. Даже заметили, если всех детей в семье крестить в одной рубашке, то они будут более дружными, потому что не только материнская лона, но и духовная купель их объединяет. Все эти гардеробные премудрости можно услышать от Марины Ивановой, основательницы музея истории моды. Она лично проводит экскурсии по выставке «Подвенечная палитра», действующей в Лавре. «Подвенечная палитра» у нас планируется до 15 декабря. С 15 декабря начинается у нас празднование Николая. Там все у нас будут готовиться к этому чудесному празднику. И выставка будет немножечко реорганизована, будет убрано венчальное платье и будет поставлено концертное платье, будет очень много праздничных платьев. Музей истории моды планирует выставить на показ из гардероба прошлых столетий женские платья и мужские костюмы, в которых высший свет ходил на богослужение в церковь. «Слышать сердцем» так называется воскресная школа для глухих и слабослышащих детей, которая действует при Духовно-просветительском центре Галерея Соборная. Сейчас это единственное в Украине православное учебное заведение по духовно-интеллектуальному развитию детей с особыми потребностями. Вот уже шестой год при школе действуют курсы жестового языка. На первом занятии в этом учебном году побывали наши журналисты. Руководитель школы Анна Блащинская родилась в семье, где оба и бабушка и дедушка были глухими. Поэтому знает, на что обращать внимание и какие акценты ставить во время жестового перевода, как правильно общаться с глухими, учитывая их особенности. После получения диплома психолога решила, что хочет работать с людьми, имеющими проблемы со слухом. Образовывалась школа для глухих деток. И работать с глухими детками нужны были помощники, нужны были волонтеры. И только можно было самой научить волонтеров жестовому языку, для того, чтобы они могли помогать на школе. И таким образом стали подтягиваться люди не только те, которые волонтеры, но и собираться люди, которым просто интересен жестовый язык, как сам язык. Мы знаем, что Церковь призвана к апостольскому служению, к миссионерству. И мы должны нести в этот мир Слово Божие, Евангелие, выступать перед этим миром с проповедью, для того, чтобы снова и снова свидетельствовать о том, что Христос пришел в этот мир, для того, чтобы спасти род человеческий и избавить его от греха, проклятия и смерти. Для этого и были организованы курсы, чтобы люди, верующие люди, смогли общаться с людьми, не слышащими, для того, чтобы доносить до них эти истины. Слышащие люди интересуются жестовым языком по разным причинам. Обычные слушатели курсов – медики, юристы, психологи, музыканты, социальные работники. Я педагог по образованию, и мне бы хотелось научить жестовый язык, чтобы я могла работать и слухими, и слабослышащими детьми, таким образом помогать. И вообще, мне кажется, это очень в нашем современном мире необходимо. Даже встречаешь таких людей и в Ашане, и хотелось бы как-то изъясниться, даже благодарить элементарно. Анастасия Красовская – слабослышащая с самого рождения. С 11 лет носит слуховой аппарат. Недавно я задалась вопросом, что, возможно, я смогу послужить людям с такими проблемами, поскольку люди, которые хорошо слышат, они не слишком понимают, насколько такая проблема, она создает своего рода социальную изоляцию, и что есть определенные трудности, которые не могут понять, в принципе, иногда и мои родители даже, по сути, мои самые близкие люди. И я бы хотела бы выучить жестово, и, возможно, мы будем как-то помогать в каких-то проектах или элементарно на бытовом уровне. Сколько дворцов было у царя Соломона, и зачем правительству Венгрии новое ведомство? На очереди – обзор международных новостей. После 94-летнего перерыва Смирнская епархия Константинопольской церкви получила своего правящего епископа. Им стал клирик Патриаршего собора архимандрит Варфоломея Самарас. Предыдущий смирнский митрополит Хризастом Халафатис был убит в 1922 году во время истребления греков в сентябре 1922 года. С того времени в результате массового исхода из региона греческого населения древняя Смирнская митрополия с центром в нынешнем турецком городе Измир лишилась своего архипасторя. Архиерийскую хератонию нового архиерея Смирны в Георгиевском соборе возглавил патриарх Константинопольский Варфоломей. Венгерское правительство создало в своей структуре специальное ведомство по делам преследуемых христиан и выделило 3 миллиона евро на помощь христианам, сталкивающимся с насилием и притеснением во всем мире. Новое ведомство будет получать и анализировать информацию о ситуации, касающейся преследуемых христиан. Оно также будет финансировать правительственные делегации высокого уровня, которые будут посещать регионы, проблемные в плане гонений на христиан. Также новая структура будет обеспечивать визами преследуемых христиан, пребывающих в опасности. Американские археологи обнаружили дворец царя Соломона на территории библейского города Гезер. Монументальное здание было построено в X веке до Рождества Христова, то есть в эпоху Соломона. В центре сооружения был раскопан большой двор, чья это была резиденция неизвестно, но, как утверждает директор раскопок Стив Ортис, данное сооружение больше обычных, даже больших домов той эпохи. Город Гезер был подарен Соломону фараону в качестве приданного за своей дочерью. Во времена Соломона дом был значительно перестроен. Обнаруженная находка свидетельствует, что только правитель, имеющий в своем распоряжении значительные ресурсы, мог организовать строительство подобного комплекса. В болгарском городе Варна состоялась традиционная неделя православной книги, организованная Варнинской митрополией Болгарской православной церкви. Традиционно в эти дни в центре Варны проходит выставка продажи новых изданий православной тематики, а также многочисленные презентации книг, встречи с авторами, беседы. В этом году свои новинки презентовали православные издатели из Греции, Болгарии, Сербии, Черногории, России и Румынии. Помимо презентации в рамках мероприятия состоялись дискуссии на темы современного духовничества в церкви, миссионерского потенциала художественной литературы и проблемы просветительской работы на современных приходах. «Спасем Днепр вместе» так называет сакция, организованная Металлургическим комбинатом «Запорожьсталь». 4 сентября в ней приняли участие дети из воскресных школ Запорожья. По мнению организаторов, если дети будут любить и беречь окружающий их мир, это убережет землю от экологической катастрофы, ведь им жить на этой планете. Старшие детки будут знакомиться с природой и пройдут небольшое экологическое путешествие в форме эко-квеста, будут выполнять определенные упражнения на знания природы, фауны, флоры и упражнения. В это время вот здесь параллельно на нашей площадке детки младшего школьного возраста играют с аниматорами, потом у них будет 7-8 разных мастер-классов прикладных, где они будут знакомиться, тоже связанные с тематикой природы, с упражнениями определенными. Ну и у нас параллельно идет небольшой кусочек ипотерапии, когда детки могут покататься на лошадях, познакомиться с животными поближе, погладить их и по лесу немножко прогуляться. Это не только полезно, но и нужно. По одной единственной причине эти лошадки у нас занимаются с больными детками, ДЦП, аутистами и они приучены к деткам. Поэтому из-за чего полезно, потому что многие люди ходят в спортзал и все это, но это больше, чем спортзал, фитнес, потому что на лошадке работают все группы мышц. Где в спортзале вы даете определенную группу нагрузку на мышцы по очередности, то здесь при лошадке работают все группы мышц. Поэтому здесь очень интересный прикол. А еще общение с лошадью интересно. Потом пошли к лошадям. Мы всей группой покатались на лошадях и пошли на лошадь, на которой делают фотосессию. Мы фотографировались, потом пошли к аниматорам и они нам и поиграли с ними. потом нас пригласили делать мастер-классы, кем мы хотим. Я вот, например, сделала таких птичек красивых, которые обнимаются, а потом еще пошла делать браслетики из ленточек. Дети целый день провели на природе, наблюдая за окружающим миром, растениями и животными острова Хортица. Для старших детей была организована квест-игра с загадками и конкурсами. Для малышей игры на свежем воздухе, катание на лошадях и мастер-классы по рукоделию. Сегодня мы изучали флору и фауну на острове Хортица с воспитанниками воскресных школ. Я надеюсь, что детворе очень понравилось и они не просто сегодня устали, а познали много нового интересного для себя. И ведь именно такие мероприятия позволяют приобщить наших детей к природе, стать немножко ближе. Я сегодня таким воодушевлением наблюдала, как дети делали поделки, общались с лошадьми, как мы встречали уставших участников квеста. В откровении Иоанна Богослова есть такие слова, Бог спросит каждого, как ты сохранил то, что я тебе дал, а он нам дал все. Поэтому, дорогие мои, будем стараться сохранять видимый и невидимый мир и понимать, что это Божье творение. Победители получили от организаторов памятные подарки за участие в празднике. Но самое главное, детвора целый день провела на свежем воздухе и получила урок любви ко всему живому. 4 сентября в художественной галерее Михайловского монастыря в Одессе открылась выставка «Зримое искусство веры». В экспозиции представлены работы преподавателей и учеников иконописного отделения Одесской духовной семинарии. Выставка приурочена ко дню рождения Одессы и к началу нового учебного года. В экспозиции работы учеников иконописного отделения Одесской духовной семинарии, но их полотна отнюдь не ученические. Иконы написаны в традиционной технике иконописи. Самые такие традиционные технологии, закупаем настоящую смальту и изучаем в принципе все рецепты, которые были на протяжении истории церкви. Это касается грунтов, растворов и самого материала набора. Ну и все это стараемся передавать нашим воспитанникам. Руководит иконописным отделением монахиня Таисия, но в миру ее знают под другим именем. Эсфирь Наумовна Серпионова, заслуженный художник Украины. Матушка Таисия является признанным педагогом. Она внесла большой вклад в развитие педагогической мысли, издавая свои учебники, пособия и обучая своих птенцов на строго научной основе тем азам, тем секретам, в частности иконописного творчества, которые во многом были утрачены за годы советской власти. На выставке представлены гобелены, иконы, графика и церковная мозаика. Это работы матушки Таисии, а также ее учеников, которые обучались иконописи в течение 20 лет. Есть тут и работы юных учащихся иконописного отделения духовной семинарии. Их обучают уже ученики матушки Таисии. Она сама шутит по этому поводу. На выставке представлены бабушка с детьми и внуками. А на вопрос, каким должен быть современный иконописец, сказала, что одним словом и не ответишь. Обычно говорят о усердии, внимании. Потому что много всего нужно. Потому что нужно не только понимать, но и чувствовать богословие. Потому что икона – это богословское. Это икона в красках. Если этого не понимают, рисуют картинки. Но икону даже с полным пониманием нужно сделать не только грамотно, но и художественно. И вот эти качества не всегда сходятся. А если человек на это нацелен, все он, церковные люди, они не то, что говорят молиться, они ведут немножко другой образ жизни. Даже вернее не образ жизни, а другая цель в жизни. Это обожжение, чтобы все лучше быть и лучше. И поэтому вот такие человеческие качества, художнические качества, качество ученого, разобраться во всем этом. Самые разные качества. И они воспитываются. Это не то, что он пришел такой, готовый с таким качеством и молодец, и будет иконописца. Воспитываются. Много лет знакома с матушкой Таисией. И все это время я неотрывно слежу за ее творчеством. И она не устает меня удивлять. Это такая мощь таланта, которой я могу дать только одно объяснение. Она трудится во славу Божию, и Бог дает ей силы. Такая выставка – это промежуточный этап обучения иконописцев. Главным экзаменом для них станет тот момент, когда их иконы займут свое место в храме, и перед ними зазвучит молитва. Но до этого этапа впереди еще годы учебы и напряжение всех душевных сил. В середине сентября свои двери открывают воскресные школы. Они обычно действуют при храмах, и учебная программа в таких школах отличается от традиционной школьной. Ведь воскресная наука предусматривает знакомство с Библией, историей православной церкви. Детям объясняют, что значит тот или другой церковный обряд. Нашу съемочную группу пригласили на открытие воскресной школы в Киевский храм в честь Казанской иконы Богородицы. Все подробности в следующем сюжете. С молитвой в храме. Так начинается первое занятие в воскресной школе. А вот и воспитанники. Девочки нарядные, с платочками на головках. Мальчики тоже при параде. Стоят и с друзьями переговариваются, ведь целое лето не виделись. Рядом группа поддержки, родители с младшими братьями и сестричками. Молебен специальный, чтобы дети послушными и терпеливыми были, чтобы старательно учились. Как только заканчивается служба, все дети выходят во двор повторять стихотворение. Тексты разложены на столе у входа в церковь. Здесь и о терпении, и о грехе, и о вере рассказывает учитель воскресной школы Татьяна Андреевна. Мне доверили самую младшую группу дошкольников. Подбирали стихи с матушкой. Матушка предложила стихотворение. Вот мы их здесь разложили, с детьми вместе учили. И с детьми выучал эти верши. А затем чтение стихов прямо на ступеньках храма. Стихи читает поочередно, без подсматривания в подсказки. Слухайся, тата, слухайся, мама. Ты починайся до духовно, заповедься до боскудину, следуй, не можу на дитина. После стихов детвора не расходятся. Ведь настоятель храма отец Александр раздает грамоты из Китая. Дело в том, что ученики воскресной школы принимают участие в международных конкурсах по декоративно-прикладному искусству. На этот раз отправили на конкурс своей вытенанки. Восьмилетняя Аня заняла первое место. Показывает свою работу с цветами и лошадками. Сначала мы взяли коричневый папир. Сначала вырезали из него вытенанку. Потом, чтобы как-то красивее было, мы взяли желтый папир и снова такой же. Мы думали, что выйдет три лошади, а получилось шесть. Сама воскресная школа в нескольких метрах от храма. Это маленький утепленный вагончик. Там дети собираются на вступительные занятия. Пока что на церковные уроки будут приходить 27 деток. Самым младшеньким всего четыре года. Дети будут здесь изучать и закон Божий, и заниматься прикладным искусством. Здесь много новичков, таких как стеснительный Ромочка. Мальчик совсем растерялся, увидев микрофон. Дети, которые уже не первый год в школе, быстро вспоминают, чему их здесь учат. Мы тут поем, нам рассказывают про Иисуса Христа. Рассказывали про то, что надо себя хорошо вести, неплохо, и надо молиться все время. И если что-то плохое сделал, надо извиниться. День открытия воскресной школы выдался волнительным. Так что преподаватели решили не перегружать своих подопечных. Отпустили их домой. Следующее занятие – в воскресенье, сразу после Божественной Литургии. Напоследок заглянем в календарь следующей седмицы. В понедельник вспоминаем чудо архистратига Михаила в Хоных. Во вторник чтим память преподобному ученика Макария Авруческого. 21 сентября отмечаем двунадесятый праздник Рождества Пресвятой Богородицы. В следующий четверг выпадает День памяти святителя Феодосия Черниговского. 23 сентября чтим собор Липецких святых. 24 числа – День памяти Силуана Афонского. На воскресенье преподает почитание чудотворного образа Божией Матери Баянского. На этом все. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова